Как тебе сейчас живется, вежняя моя, нежная моя? Она снова в Баку и опять немного взволнована. Всякий раз, поднимаясь на палубу корабля, названного в честь любимого мужа, Тамаре Синявской одновременно и легко, и сложно. Легко вновь с ним встречаться, перелистывая в памяти самые счастливые страницы совместной жизни, и сложно осознавать, что вот уже 9 лет приходится как-то существовать без него. А вот это гениальная фотография, вы представляете, да? Ростропович, Ядар Алиевич и Муслим. Это такое трио, и, к сожалению, никого из них уже нет. Она, конечно, этого не покажет, как и подобает блистательной актрисе, Но боль утраты все равно угадывается по еле уловимой интонацией. Написано, Муслим Магомай. Вот нашего всего экипажа. Точно? Муслим Магомай. А кто этим занимался? Весь экипаж. Такие все кулинары, что ли? Стоять. Молодцы. Кстати, должна сказать, что Муслим был сладкоежкой, поэтому для него это было бы... Да, он действительно очень любил сладкое. Магомай за все тебя благодарю, за все, за все, благодарю тебя. Жить без Муслима она так и не научилась. О нем Тамара до сих пор говорит с придыханием. Да и как иначе можно вспоминать о главном мужчине своей жизни, о солнечном Баку, о теплом Каспийском море и о тех первых гастролях с Большим театром, положивших начало их трепетной любви. Впрочем, на корабль своего семейного счастья им будет суждено подняться. Не сразу. Функции этого корабля сводятся к тому, что он перевозит нефтяников на нефтяные камни, которые находятся в море. Мы тогда не поехали на эти нефтяные камни, не пришли на тот большой корабль, на котором Гейдар Алиич пригласил съездить на нефтяные камни, всю делегацию. Ему говорят, Гейдар Алиич, Магомаева нет. Говорят, а еще кого нет? Говорят, Синявская, певица из Большого театра. Ну все, поехали, не будем ждать. Вот так нас оставили на берегу. Бакинский орфей и московская царица. Именно так называли их яркий музыкальный союз. У них было родство душ. Им было о чем молчать и о чем говорить. И она так на него смотрела, как будто они только познакомились. В ее глазах было все. У них был такой гармоничный союз, они так любили друг друга. Муслим относился к Тамаре трепетно, а она к нему возвышена. Но вы учтите, два донудных артиста СССР. Это была очень достойная пара. В Советском Союзе такой пары не было. Судьбе было угодно соединить не только два таланта. Она связала вместе разные культуры и совсем не похожи друг на друга города. По-восточному утонченный Баку и сегодня выглядит полной противоположностью в величественной Москве, которая очаровала Муслима с первого взгляда. Многолюдные улицы, широкие проспекты. В Москве чувствовался простор. Она, пожалуй, как нельзя лучше подходила величию таланта Магомаева. И случайно именно о Москве он споет песню «Лучший город земли», хотя в душе будет продолжать любить Баку. Как и многие его земляки, Муслим научится жить на два дома. Он практически жил в Москве. В Баку он был наездами. Мы никогда не считали, что тот город мы любим больше, этот город мы любим меньше. Мы, бакинцы, даже друг друга узнаем по акценту. И Муслим, если вы обращали внимание, когда он разговаривает, у него всегда еле уловимый, именно в разговорной речи, был бакинский акцент. Но когда он начинал петь, это идеальная фонетика. Ну и москвичка Тамара всем сердцем полюбит не только Муслима, но и его родной Баку. Мы вышли из самолета, и я не поняла, куда мы попали, в какой-то теплый-теплый рай. Понимаете? Фрукты по всем этим улицам, на углах, связки лука, красиво дыни разваленные, арбузы разваленные. Все это очень ярко и большое-большое впечатление на меня произвело. Сегодняшний Баку также нежно принимает в свои объятия и уже не отпускает. Крупнейший порт на Каспийском море когда-то возник на маршруте Великого Шелкового пути из Азии в Европу. Здесь органично слились воедино восточная роскошь и западная строгость. Я, конечно, влюбилась в Баку сразу. Он немножко другой был раньше Баку. Сейчас он такой, знаете, просто, он такой стал величественный, он такой стал светлый, он такой красивый, современный и почти европейский. А раньше Баку был такой вот очень родной, очень уютный и таких светлых домов здесь не было. Тогда камень был серый и что-то такое в этом было. В том Баку было главное – ее Муслим. С ним она была готова встречать рассветы, наслаждаясь теплом этого изящного города. Улица Низами, бывшая торговая, чем-то напоминает московский Арбат. Она выходит на площадь Фонтанов – самое сердце ночной жизни современной столицы Азербайджана. И хотя со временем, когда здесь гуляли Муслим и Тамара, многое изменилось, но атмосфера осталась прежней. Тут все так же шумно, многолюдно и романтично. Современный Баку живет так, словно постоянно стремится к идеалу, о котором пел Магомаев. Кажется, они были просто созданы друг для друга. Но их путь к семейному счастью растянется почти на 10 лет. У каждого за плечами останется неудачный брак, годы поисков и сомнений. Как так в жизни получилось, что они встретились друг с другом и полюбили друг друга? Причем каждый из них прошел свой путь, непростой путь. И потом, значит, судьба их нашла, и они оказались вместе. Их отношения не были страстью с первого взгляда. Мелодия любви Муслима и Тамары зазвучала с одной только им уловимой нотой. Я его услышала по радио первый раз там. Вот остановилась. Какой-то голос вот туда вошел. Я даже не помню, что он пел. Просто объем голоса. Его, знаете, вот увидела какой-то драгоценный камень, и не могу понять, сколько там грани, чем он там сверкает. Мне это было все равно. Вот туда вошел. Я про себя подумала. Скорее всего, за этим бы голосом, если бы он меня позвал, я бы пошла. За голосом Магомаева тогда были готовы идти многие, в том числе и некоторые современные популярные звезды эстрады. Впервые я услышала пластинку, которая была уже заезжена, грамм-пластинку Муслима Магомаева. Тогда я его услышала, тогда я влюбилась, хотя мне было всего 8 лет. И все, эта любовь длится по сей день. Первое, когда я увидела его на сцене, это было в Театре Эрмитаж. И мы купили с подружкой васильки. Я помню, что мы бросили васильки на фоне всех этих гвоздик. Он волей-неволей вот так вот взял эти васильки, и мы были страшно гордые. Он взял в руки именно наши васильки. Там люди целовали автомат с газированной водой, потому что сказали, что он пил здесь воду. Я видел с детства это безумие, это идолопоклонничество публики, которое просто сходило с ума при одном только упоминании имени Муслима Магомаева, что творилось в зале. Но настоящее сумасшествие начиналось после концертов. Где бы он ни выступал, толпа была готова носить Магомаева на руках. Это не я, а не один я присутствовал при этой истории. Это многие рассказывали про другие концерты. Наша команда КВН, чемпион страны, в полусоставе, поскольку мы выступали в Казани, пришли во дворе от спорта гигантский насольный концерт после Магомаева. И когда эта толпа визжащих и счастливых девочек и мальчиков на руках несли его огромную чайку вместе с ним и со мной. Толпа подняла машину, не дав возможности ее завести, и понесла машину. Ну что после этого можно сказать? Кто еще из исполнителей советских, ну я уже не говорю постсоветских, такое испытал? Люди всегда чувствуют, когда певец сердцем поет. Он никогда не пел, знаете, лишь бы спеть. Но я лечу стопом снова, Я лечу, Ах! И одно слово, Я кричу, 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 Его пение пронизывает до мурашек и сегодня, заставляя размышлять над секретом его невероятного успеха. В чем он? В таланте, в усердии? Или, быть может, все это дело случая? Ведь до сих пор ни один исполнитель на постсоветском пространстве не достиг и половины той популярности, которая была у Магомаева. Понять его звезды сегодня очень сложно, потому что те, которые думают, что они сегодня такие популярные звезды, они даже не представляют, что такое, что испытал муслим. Когда нет человека, который тебя не знает, когда нет человека, который тебя не любит. Муслим был обожаем. Я не стесняюсь признаться, что все песни популярные, которые исполнил муслим, нам доставались уже как второму эшелону. Он выходил, садился к роялю, и весь зал пел с ним Надежду. Сколько раз я с ним не выступал, всегда выступление у него было вместе с публикой. Говорят, талант передается через поколение. В этом плане у муслима были отличные гены. Его назвали в честь деда, известного советского дирижера и композитора. Он был одним из основоположников азербайджанской классической музыки. Именем Магомаева-старшего названа Государственная филармония в Баку. Он протянул такую вольтову дугу от деда до своего творчества. И сейчас мне страшно это сказать вслух, но скажу, что они даже на аллее почетного захоронения оказались рядом. Два муслима. Что касается народной любви, то Магомаеву-младшему было суждено превзойти славу своего великого предка. Люди самых разных возрастов продолжают нести ему цветы на аллею почетного захоронения в центре Баку. Здесь нередко устраиваются импровизированные концерты. Муслима помнят, им восхищаются, ему подражают. Но одно дело выучить любимую песню из репертуара великого певца и копировать его манеру исполнения на потеху туристам. А вот войти в вечность, став кумиром миллионов, как это сделал Муслим Магомаев, дано не каждому. Как Высоцкого никто не может спеть, так и Магомаева никто не может спеть. Много замечательных подражателей, много хороших голосов, много похожих голосов, но Муслим Магомаева нет. Отличался он тем, что таких тембров и такой силы звука и такой палитры обертонов я не встречала ни у одного певца в мире. Голос был, если перевести на художественный язык, он у него был живописный, там было много очень тональностей и красок. И это помогало ему создавать образ и чувства, которые заложены в песню. Несравненный тембр, которому я подражал и очень хотел, чтобы мой голос хотя бы капельку звучал так же бархатно, как звучал он у Магомаева. Но ни у кого из нас никогда не повторится этот Магомаевский тембр, как бы никто не старался. И не говорили, это новый Магомаев, это... Но нет, нового Магомаева никогда не будет. Над чужою землей догорался так, На земле над чужою умирал солдат, Но случайно планетаю дим весны Как последний откор той войны Но это только кажется, что с таким талантом его путь к успеху был простым. В жизни любого человека очень многое, если не все, закладывается в детстве. Муслим рос без отца. Муслим – человек сложнейшей судьбы. Ведь дело в том, что отец муслима, он погиб во время войны, а мама, он не любил эту тему, потому что то она его забирала, то она уехала в Россию в театр, она драматическая актриса была. Дать сыну хорошее образование с китаясь, с театром по стране было невозможно. Именно поэтому Айшет Ахмедовна оставила его в Баку в семье дяди Джамала. Этот дом навсегда станет для муслима родным. В старых бакинских квартирах до сих пор царит непередаваемая атмосфера. Лифт не подвел? Режиссер Актай Миркасимов живет в этом доме с рождения. Почти такая же квартира была и у семьи Магомаевых, но только в другом крыле. На втором этаже, правее, в следующем подъезде, да, но наши окна здесь давали возможность общаться, высовываясь. Тарзаном кричали, знаете, был такой крик Тарзана. Истории с детства порой накатывают волной. Стоит потянуть за ниточку воспоминаний, и вот уже разматывается целый клубок. Теперь я вспоминаю его проявления, которые не всегда были нам понятны. Иногда он слишком отлучался, не играл с нами в какие-то дикие игры, а уходил туда, к себе, и потом вдруг выяснялось, что он там что-то написал, нарисовал, вылепил. В какой-то момент уличные игры перестали увлекать Муслива. Пока его сверстники гоняли во дворе мяч и носились по крышам, пугая голубей, он любил слушать пластинки с записями итальянских оперных певцов, мечтая однажды спеть, как Энрико Карруза. Юный Магомаев находился в постоянном поиске. Он занимался многими направлениями. Организовал оркестр, я был одним из музыкантов этого оркестра, играл на аккордеоне. И все было очень интересно. Мы давали концерты прямо своим здесь, из окна. Как же это сложно оправдывать ожидания. Поначалу слава деда даже мешала Муслиму. Он знал, что просто обязан стать композитором, дирижером или музыкантом. Но игра на скрипке не заладилась сразу. А вот с роялем они быстро нашли общий язык. В дальнейшем этим инструментом Магомаев овладеет в совершенстве. Что же касается пения, то главным делом в своей жизни он начинал заниматься тайком. Голос у меня был детский и к тому же очень резкий и неприятный. Недаром, кстати, меня все время выгоняли из школьного хора. Но я не сдавался. Стесняясь петь при ком-нибудь, я запирался в пустой комнате или уходил на берег моря и там яростно церзал свою гору. Так продолжалось года два. Напротив его бакинского дома располагался клуб Каспийских моряков. Именно туда однажды и убежал молодой муслим на свое первое выступление вопреки воле дяди Джамала, который считал пение несерьезным занятием. Но очень скоро на Магомаева пошла публика. Я зашел туда, мне сказали здесь талантливый певец есть и так далее. А я молодой администратор хотел, искал себе работу и так далее. Вот так мы с ним познакомились. Но я не мог сказать, что он будет сразу звездой, безусловно. Но то, что он пел, все как бы фонарили от него, от его пения. Первый серьезный успех пришел к бакинскому Орфею в 19 лет после выступления на молодежном фестивале в Хельсинки. Когда я впервые его увидел, ну, не я увидел, а там целая комиссия увидела, как его звали Мусик, Муслима, тоненького, худенького, в таком не очень богатом пиджачке, который дядя ему сделал, в узенькой бабочке. И когда Муслим запел, будучи еще подростком, это была реальная сенсация. Музик, В тот момент юная Тамара Синявская могла только мечтать о сцене Большого театра. Это потом она станет легендой и войдет в число самых популярных советских оперных дифф. Послушать ее меццо-сопрано собирались полные залы. При этом на свое первое прослушивание в Большой театр Тамара пошла тайком от матери. По части музыкальных тайн они с муслимом были похожи. Это выглядело авантюрой 20-летней выпускницы училища Примосковской консерватории. Она была слишком молода для главной сцены страны. Но уже через год Тамара вошла в основной состав труппы. Партия Ольги из оперы Евгения Онегин до сих пор считается лучшей в исполнении Синявской, а ее кармен сводила с ума даже именитых коллег по цеху. Партия Ольги из оперы Евгения Онегин до сих пор считается лучшей в исполнении Синявской консерватории. Своего муслима Тамара впервые увидела в 1963 году по телевизору. В Москве тогда проходила декада азербайджанской культуры. Магомаев вышел на сцену Дворца съездов и спел так, что в одночасье влюбил в себя всю страну. На этом Москва вообще так, как вот на этом корабле, зашатала ее. Вот взял в плен всех стран. Он всю Москву взял в плен тогда. Он спел фигара на итальянском языке. Его не отпускали, скандировали. И он спел бухенвальский набат. И он спел фигара на итальянском языке. Это выступление произвело настоящий фурор. На следующий день Магомаев проснулся знаменитым. Газеты наперебой восхищались новым баритоном. В тот момент каждый азербайджанский студент, учившийся в Москве, испытал чувство гордости. Он как вихрь влетел в это пространство. Музыкальное, сольное, звездное. Все говорили, о, ваш муслим, ваш муслим. Ну, и мы принимали это как поздравление. Хотя, что мы, как мы заслужили это поздравление. Казалось, Магомаеву уготована великолепная карьера оперного певца. В июне 63-го он стал одним из пяти советских артистов, отобранных по линии Большого театра для стажировки в Милане в знаменитом театре Ла Скала. Впрочем, в последний момент поездка чуть не сорвалась. И все из-за любви муслима к эстраде. Он мечтал о собственном оркестре. В Баку приехала из Италии группа «Марина Марини». Это впервые в Советском Союзе мы увидели, что такое вокальный инструментальный ансамбль. Мы пошли на концерт в телевизорном нашем театре. Посидели с ним, послушали концерт. Ему очень понравилось. Он говорит, чувак, никуда не еду, никакой в Италии. Давай делать коллектив, будем делать бабки. Я сказал, мусульман, у тебя бабок будет очень много, но тебе надо ехать. Конечно, это было юношеское. Мечту об оркестре придется на время оставить. К слову, деньги для Магомаева никогда не стояли на первом месте. Так будет на протяжении всей его карьеры. Однажды после выступления в Тегеране он откажется от гонорара, сказав, что в гостях поет бесплатно. Тогда иранский шах Пахлеви подарит ему свой перстень. Муслим будет носить его как талисман до конца жизни. Он не возьмет денег и заработал над мультфильмом про бременских музыкантов, от которой получил невероятное удовольствие. Он кайфовал, когда он этим занимался. Ему предложили такое необычное дело, чтобы он кого-то изобразил. И разбойницу эту записал, и сыщика записал, и, конечно, луч солнца золотого. То есть он, опять же, поставил знак качества. Это сравнение с советским знаком качества потом часто будут использовать друзья Магомаева, вспоминая о нем. Завораживающий голос. Я иногда даже думаю, что вот так и не помню. Знак качества, вот этот вот, он появился до? До муслима? Или сняли с него? Мне кажется, сняли с него. Почему? Потому что я увидел это, думаю, боже мой! Смотрите, как этот молодой, красивый, стройный, прекрасный человек готов обнять всех и вся! Безусловно, столь яркому раскрытию таланта Магомаева в немалой степени поспособствовала та самая поездка в Италию, от которой он чуть было не отказался. Муслим сожировался у легендарного маэстро Барра. Школа знаменитого театра Ла Скала, что называется, огранила алмаз, превратив его в бриллиант. Из Милана он вернулся на голову выше себя прежнего. Магомаев стал петь на итальянском так, что даже носители языка не отличали его от коренного жителя Аппининского полуострова. Моя самая любимая партия, если взять оперную, которую он пел, это ария из регалета. С таким чувством и с таким трагизмом и драматизмом он пел, особенно вот тот момент, когда он открывает мешок, где он заказал убийцу принести к нему. А там оказалась его дочь. И то, как он это исполняет, это вот я сейчас даже с вами говорю, без полечения, у меня мурашки по телу идут. Стажировка в Милане оказала влияние не только на творчество певца. Муслим увидел, как живут, как одеваются и как держат себя итальянцы в повседневной жизни. Так сложился блестящий стиль Магомаева, который он сохранил до своего последнего дня. Всегда с иголочки одет, со всеми подчеркнуто вежлив. Даже на гастролях он часто выходил к завтраку в костюме и ввел себя в высшей степени интеллигентно. Мы едем в Америку. И мне звонит импесария, тогда был Виктор Шульман. Он решил сэкономить. И он поселил нас в Лангайланде на своей вине. Но самое смешное, что этот еврейский парень из Калинина был женат на последней княгине-долгорук. Мы утром выходим на завтрак. Муслим в костюме, в калстуке. И вдруг князь говорит, Виктор, нашему призару, Вы понимаете, это дорогие гости. Вы второй день, второе утро кормите их яичницей. Это как-то, я не знаю, негостеприимно. Витя говорит, Папаша, вы сидите и не говорите яичницей, а то улетите. И тут следом мама, графиня, говорит, Виктор, как вы разговариваете с попалами? Маша, а вы бы вообще сбегали бы за пивом? Вдруг Муслим такой снимает салфетку и говорит, Виктор, или как вас зовут, Виктор, Рослик, вот Володя меня знает, если вы будете так по-свински себя вести с достойной людьми, я уеду в аэропорт, возьму сам билеты и улечу в Москву. Хамство Магомаев не терпел. Он не позволял его ни себе, ни другим. Сегодня, во времена эпатажа, трудно понять, как можно выделяться интеллигентностью. Магомаеву эпатаж был не нужен. Одно его появление на сцене сводило публику с ума. Я знаю, что все женщины умирали. Муслим будет вечером петь. Мама говорит, Муслим будет вечером петь. Это красавец, конечно, красивый мужчина. Боже мой, сколько женщин перестрадало. Толпы женщин, просто толпы влюбленных не только за голос, а за красоту. Поклонницы взбирались по водосточной трубе к нему в номер, чтобы только посмотреть на него. Это было, конечно, что-то. После дворцов спорта мы оставались без пуговиц на костюм. Мы додали эти все девочки, женщины, в общем, с детьми. Муслимчик, поцелуй его, поцелуй. Ребенка, маленького ребенка. Предлагали, чтобы как святой человек потрогай его. Невероятная популярность Магомаева имела и обратную сторону медали. Любые гастроли обрастали целым ворохом новых слухов. Ему приписывали бурные романы. Каждая вторая рассказывала небылице о мимолетной страсти. Каждая третья утверждала, что родила ребенка от своего кумира. Как принимали Муслима, это можно сойти с ума. Хотя он был совсем небообъемлен. Если там за рок-музыкантами, вы знаете, ездили все эти группы, девочки. Муслим был очень строгих моральных правил. Не мешал ему оставаться мужчиной в полном смысле слова, красавцем в полном смысле слова. Бывали и вовсе анекдотичные случаи, когда популярностью Магомаева пользовались его коллеги по эстрадному цеху. В 70-е годы мы поехали на гастроли в Усть-Каменогорск. И там, в этом Усть-Каменогорске, с нами был Евгений Маргунов. И он мне говорит, ты там вот после обеда зайди ко мне в номер. Захожу, он лежит в белом халате, на постели в номере. И вдруг приоткрывается дверь ванны, и женщина, видно, увидев меня, не вышла, а кричит, Муслик, принеси мне халат. Я говорю, Женя, а почему она вот называет тебя Мусликом? Он мне говорит, да понимаешь, какая штука. Она со мной никак не хотела встречаться. Я ей сказал, что я Муслим Магомаев. Она сразу согласилась, понимаешь? Вот так одна фамилия Магомаев способна была вскружить женщине голову. В 71-м году он победил на фестивале «Песня года», исполнив свою знаменитую свадьбу. После этого очереди из невест стали бескрайними. Творческий союз Магомаева с композитором Арно Бабаджаняном подарит эстрате еще много произведений, сводивших девушек с ума. Однако, несмотря на такую бешеную популярность, с личной жизнью у кумира миллионов долго не ладилось. Его поспешная женитьба закончилась разводом. От первого брака родилась дочь Марина, с которой он в дальнейшем поддерживал теплые отношения. Второй раз заводить семью Магомаев не спешил. Он словно ждал особого чувства, не подозревая, что любовь всей его жизни ходит совсем рядом. Впервые Муслим и Тамара увиделись в 1965 году на совместном концерте в доме актера. Утренний концерт был. Представляете, 2 января. Ну, воображайте. Вспомните свои ощущения 2 января в любом возрасте. Вот я тогда его первый раз вживую услышала. Не по телевизору. Я стояла в кулисах, я так наблюдала за ним. Он сам сидел за роялем, пел что-то, думаю, потрясающий парень, просто потрясающий. Остановились в гримерной возле зеркала, и я увидела нас двоих в зеркале. Я так подумала, плохо, неплохо. Вот это вот я подумала. Вот, и все. Но он мне тогда задал вопрос, и вы откуда? Я говорю, я из Большого театра. Мне похоже. Я говорю, а почему? Слишком скромная. Ну, думаю, хорошо, значит, все в порядке. В это трудно поверить, но Тамару и Муслима знакомили трижды. И всякий раз это было словно впервые. Конечно, по-женски это ее задевало, хотя она и старалась не подавать вида. Просто поздоровались, и все. И опять нас знакомили, и опять он ее не узнал, и просто поставил по-нуцвейгу. Письмо незнакомки. Вот это у меня все время, так сказать, шло красной нитью в моем подсознании. Думаю, надо же, опять не узнал. Ну, значит, не запомнил. Муслим, безусловно, ее сразу оценил и запомнил. Так часто бывает, когда по-настоящему влюбляешься, то даже взглядом встретиться неловко. Он ее когда увидел, он сразу, как говорится, в глаз попал, и потом она исчезла. Потом повторно увидели мы, по-моему, через полгода, если не ошибаюсь. Он тогда сказал, что это тот человек, который будет моей женой. Кто знает, может быть, судьба испытывала Муслима и Тамару? Или просто их главная встреча должна была состояться именно в Баку? Она произошла 2 октября 1972-го во время декады русской культуры в Азербайджане. В третий раз их познакомил поэт Роберт Рождественский. И не где-нибудь, а в той самой филармонии имени знаменитого деда Муслима. Вот эта вот певица из Большого театра, очень приятно, Муслим. Вот так, вы знаете, вот этого я никогда не пойму и не забуду. Ну, мы же привыкли, что Муслим, да, а он так вот, Муслим, все. Таким вот и останется на протяжении всей жизни, невероятно популярным и необычайно скромным. Магомаев никогда не будет ставить себя выше других, а тем более подчеркивать какую-то звездность. Я знаю огромное количество исполнителей, которых мы видим на сцене, а потом встречаем в быту. Как правило, это два разных человека. Вот какого мы Магомаева видели на сцене, вот такой же он и был в быту. Я не был свидетелем, вот никогда не был свидетелем его капризов, его попытки продемонстрировать свое величие. Сложно сказать, заложено это в генах или все дело в воспитании, но даже в браке Муслим долго обращался к Тамаре на «вы». Подчеркнутое взаимоуважение они пронесут через всю совместную жизнь. Он был со всеми почтительным. Вот его так воспитали. Он вел себя и дома так же. Вот так вот ему нельзя было похлопать. Про интонацию надо было думать, как с ним разговаривать. «Муслим, да, Тамара, все, значит, я не той интонации сказала. В жизни мы так друг друга не называли». «Муслим?» – он иногда спрашивал. «Это значит, что-то случилось?» Тамара всегда верила в особые знаки. Она часто их замечала. Разве может быть случайностью, что во время своей стажировки в Милане она интуитивно поселилась в том же гостиничном номере, в котором и Муслим жил, когда учился в Ласкало. Ей кажется, таких совпадений не бывает. Она и сейчас уверена, он до сих пор ей помогает, продолжая вести по жизни. То забытое слово подскажет, то проявится иначе в каких-то мелочах. Но те его первые ухаживания занимают в душе Тамары особое место. «Мне звонок в мой номер, сеньора Синяцкая, для вас цветы. Откуда? Ну, потом Муслим Бедлап. Вот так вот. Ну, это так, наверное, раз в неделю я получала на стажировке. Я год стажировалась, и плюс ко всему он еще, конечно, звонил практически через день». По тем временам Муслим спустил на эти звонки целое состояние. Но для него все было уже решено. Чтобы окончательно покорить сердце любимой, он организовал в ее честь концерт в Кремле. Но Тамара на него не пришла. И на то была веская причина. «Я была на тот момент замужем. За очень хорошим человеком. Они, в общем-то, знали друг друга. Мы дружили втроем. И Муслим, в общем-то, этого не скрывал. Он приходил к нам домой, и, в общем, в одной из бесед он сказал, говорит, «Старик, мне нравится твоя жена, имей в виду». И опять все, закрутилось, завертелся. И в один прекрасный день я взяла маленький чемоданчик, книгу о Ван Гоге и ушла. Своей квартиры в Москве у Магомаева тогда не было. Он жил сначала в метрополе, а потом в знаменитом пятикомнатном люксе гостиницы «Россия». С этого момента мелодия их любви зазвучала в полную силу. В отношениях Тамары и Муслима была не только страсть. Они получали невероятное музыкальное наслаждение от общения друг с другом. Впервые у него, вот придя к нему в гостиницу, в этот знаменитый пятикомнатный люкс, мы с ним слушали «Jesus Christ Superstar». Я никогда в жизни этого не слушала бы, потому что это другое направление в музыке, той, которой я занимаюсь в Большом театре, понимаете? Я все там выучила. Я познакомилась и с Магдалиной Арией, и с Христом, и так далее. Понимаете? То есть я попала в другое измерение, оставаясь классической певицей. Они поженились в 1974-м. Стоит ли удивляться, что свадьбу Магомаеву и Синявской придется сыграть дважды. Сначала в Москве, а потом в Баку. На этом настоял тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев. У нас получилось две свадьбы. Ну, очень много воспоминаний было. Вспоминали про то, как они без нас уехали на нефтяные камни. И так сказать. Ну, вот тогда он сказал такую крылатую фразу. Говорит, Тамара, ты наша Гялин. Гялин – это невестка. Невестка всего Азербайджана, он сказал. С тех пор они будут проводить на берегу Каспийского моря почти каждое лето, наслаждаясь красотой и уютом древнего Баку, который когда-то их соединил. Своей родине Магомаев посвятит несколько песен. Он обожал свой Баку, конечно. До последнего дня, можно сказать. И я сама своим взором влюбилась в Баку. Но еще и через призму его восприятия Баку, естественно. Он меня повел в старый город. На Девичью башню. Все эти легенды я знаю. Все это в такую сердечную копилку мою опустилось. И все это. И здесь, понимаете, теплый народ, очень гостеприимный. Вы, наверное, это почурили. Бакинское гостеприимство сложнее всего описать словами. Все начинается на восточном базаре, где царит особый, непередаваемый колорит. Горы ярких фруктов и вереницы сочных овощей окутаны пряным ароматом душистых специй. И какое же может быть застолье без знаменитого азербайджанского чая? Как настоящий бакинец, Магомаев всегда любил принимать гостей. В Баку мы очень близко познакомились. Более доброжелательное отношение к начинающей молодой певице я не встречала ни от кого. Мы очень много пели, очень много пели, очень много читали стихи. Илюша Резник был тогда с нами. И такая сложилась компашка. Ну, просто прелесть. Ну, выпивали, конечно. Как в Баку не выпить горячего чая. Встречи в Баку друзья Муслима запоминали надолго. Он одновременно мог заказать банкет сразу в нескольких ресторанах, где столы буквально ломились от угощений. Рассыпчатый плов, люля-кебаб, долма. Каждый артист, приезжавший в Азербайджан к Магомаеву, был буквально обречен утонуть в его внимании и заботе. Я сразу вспоминаю Баку, как я был на гастролях. И Муслим позвал нас на берегу моря, устроил такой прекрасный стол. И он был настолько гостеприимный, добрый. Вообще эти гастроли в Баку, это был 1982 год, Муслим со мной возился, как воспитатель в детском саду с ребенком. Каждое утро в дверь моего гостиничного номера раздался стук. Заносились коробки овощей, фруктов, напитков. Потом Муслим меня стал таскать по своим друзьям и родственникам. В общем, как я уехал живым с этих гастролей. Еще немного, и мы могли бы не дожить до нашей беседы. Денег на друзей Муслим не жалел. Он никому не позволял расплачиваться за застолье, каким бы огромным не был счет. Как-то мы выехали на Дальний Восток, мы там гастролировали, мы дали более ста концертов. По контракту он получал 100 рублей за концерт. Это были очень большие деньги. Мы вернулись, он говорит, все, директор, отдыхаем. Ну, отдыхаем. Ровно месяц. Звонок. Директор, деньги кончились. Давай гастроли. Как? Вот так. Но главное, Магомаев не мог сидеть без работы. Помимо великолепного голоса, он обладал еще и потрясающими актерскими данными, которые открыл в нем режиссер Эльдар Кулиев. Именно он предложил Муслиму сыграть сложную драматическую роль в своей картине «Низами». Образ великого поэта Средневековья удался певцу блестяще. Перед вами человек, самый высший создание Творца. И пусть тот, кто поднять руку на него решится, заглянет сначала в собственную душу, не вьются ли в ней змеи. Кто в помыслах своих светил, тот будет всегда чист душою и посягать не станет на жизнь своего ближнего. А ведь на худсовете режиссеры отговаривали от работы с Магомаевым. Мол, какой актер из эстрадной звезды. Но Кулиев настоял на своем и не прогадал. Мне казалось, почему бы нам не использовать опыт западных коллег, которые снимали популярных певцов с целью привлечь зрителей в залы. Я тоже так хотел. Я знал, и так и было, что только одно имя Магомаева привлечет зрителей в зал. Магомаев никогда не мог заниматься тем, что ему не нравилось. Не любил загонять себя в рамки. Именно поэтому после стажировки в Италии муслим отказался от предложения петь в Большом театре, хотя о подобном грезили многие. Потому что он умный был. Понимаете? В Большом театре нужно либо сразу прийти, без такого огромного багажа славы, тут надо было, так сказать, как-то занимать свое место. Он в очередь вставать не хотел. На эстраде рамок не было. Муслим был сам себе хозяин. Он воплотит в жизнь давнюю мечту о собственном оркестре, а в его репертуар войдут песни самых разных стилей. Ему удавалось блестяще исполнять оперные арии и песни советских композиторов. Он делал это не менее грандиозно. Огромный у него оркестр был. Не два-три музыканта, а огромный эстрадно-симфонический оркестр, с которым он имел возможность петь все, что он хотел, начиная с оперных арий и заканчивая, значит, Вот это он таким вот голосом пел, он изображал Луи Армстронга. Музыкальный диапазон Магомаева действительно поражал. Он первым объединил в одном концерте, казалось бы, несовместимые вещи. Он мог исполнить арию Фигара и тут же спеть эстрадный шлягер со сцены колонного зала Дома Союзов. В то время этого не позволял себе никто. Талант упрощают многие. Пение Магомаева затмевало все. Еще в молодости, на съемках «Голубого огонька» он позволил себе оговорку, которая другим могла стоить не только карьеры, но и грозила бы тюремным сроком. Здесь я выступаю как представитель моего родного Азербайджана. Мне хочется передать от нашей страны искренний привет южный, солнечный. Солнечный привет Азербайджана всем москвичам. В СССР назвать любую союзную республику отдельной страной было немыслимо. Но голос Муслима словно гипнотизировал. При этом его отношения с властью не всегда были безоблачными. Однажды министр культуры Фурцева узнала, что Магомаев получил за свой концерт повышенный гонорар в 606 рублей. Мимо кассы иногда платили многим, но именно Муслим попал под горячую министерскую руку. Целый год певец был невыездным из Баку, пока в дело не вмешался лично председатель КГБ Андропов. Был концерт по поводу Дня Чекистов, что Лион должен был выступать, а Фурцева против выступала. Андропов ей позвонил и сказал, что мы хотим, чтобы он у нас выступил на концерте. Она говорит, а у нас к Муслиму Магомаеву есть вопросы. На что Андропов ей сказал, а у КГБ вопросов к Муслиму Магомаеву нет. Вопрос был решен. И все, и Муслим участвовал в концерте. Потом они сдружились уже с Екатериной Алексеевной. Она понимала, что в общем-то чудес не бывает, нет другого действительно Магомаева. И очень любил Брежнев. Он спрашивал у Фурцева, а Магомаев участвует? Она говорит, да, хороший концерт. Это хороший концерт. Особенно Леониду Ильичу нравилась в исполнении Магомаева песня итальянских партизан «Белла Чао». В 1982 году произошел комичный случай. К визиту Брежнева в Баку Магомаев написал песню на стихи Роберта Рождественского и захотел подарить руководителю страны партитуру. Ожидали приезда к Брежневу. Мы с ним разговаривали, с Гейдарь Альичем, советуются. Гейдарь Альичем, можно я партитуру подарю Брежневу? Это нормально? Он сказал, конечно, подарю. А тот решил, что Муслим у него просит автограф. И там, если внимательно посмотрите фотографию, все стоят, смотрят серьезно, а Муслим улыбается, что не тот делает, а он подписывает ему автограф. Пришлось Магомаеву оставить партитуру с росписью Брежнева у себя, а Генсеку потом подарили второй экземпляр. Близости певца к власти многие откровенно завидовали. Был первый визит президента Российской Федерации в Азербайджан в 2001 году. Первым президентом, который совершил сюда визит, от России, был Путин. И вот тогда был государственный банкет, и говоря об органичности, естественности, связи, Путин прежде всего Муслима Магомаева упомянул. Он сидит на банкете, он говорит, за столом сидит Магомаев. Ну как мы будем его делить? Пополам, что ли, на азербайджанца и на русского? Нет, действительно, это ваш Муслим Магомаев и наш Муслим Магомаев. Однако Магомаев всегда пользовался своим талантом, а не связями. Показательный пример. Будучи уже знаменитым, Муслим долго не имел собственной квартиры в Баку. Для Гейдара Алейча было неожиданностью, когда при очередном распределении квартиры для деятелей искусства была фамилия Магомаева. Я был свидетелем, что как же ты столько лет и не имеешь квартиру. Бывая часто в доме Гейдара Алейча, он даже об этом ни разу не заикнулся. Сказали его помощники, Гейдар Алейч, а у Магомаева нет квартиры. Он говорит, как это так? И он, что мне не говорит? А он говорит, и не скажет. Все. Вот это было самое ценное в Муслиме. Для друзей мог попросить что угодно. И у кого угодно ему никто не отказывал. За себя нет. За себя он никогда не мог попросить. Дружба с большими политиками всегда чревата. Неравен час, попадешь в опалу. Однако общение Гейдара Алейева и Муслима скорее напоминало семейные взаимоотношения. Гейдар Алейч его любил ну как сына. И он единственный из всех, кого я знаю, называл его не Муслим, а Мюслим. То, как это сказать, ну полагается по-азербайджански. Муслим, в свою очередь, Гейдар Алейч вот так в тесном кругу назвал своим отцом. Мы абсолютно ровно держались, абсолютно не в ровню, а ровно держались, без подобострастия, без, знаете, какого-то чего изволите. Гейдар Алейч, видимо, это и почувствовал, поэтому он в какой-то степени он, конечно, приблизил его к себе приблизил и видел, как Муслим этим совсем не пользуется, совсем. В гости он не ходил. Если он ходил в гости и посещал кого-то, это только семью Магомаева. Очень любил кушать он у них. Тамара Ильинична приготовила всегда. Он любил там столичный салат она делала, колбасы. И возвращаясь, когда на дачу на вопрос обстоящего персонала, Гейдар Алейч ужинать будете. Ну что, я у Магомаевых был, я там наелся. При этом каждый такой визит превращался в головную боль для личной охраны Альиева. Дом певца почти постоянно осаждали толп поклонников. Мы знали, допустим, в 9 часов пойдет в гости к Магомаеву. Мы обязаны сообщить дежурному, что к Магомаеву на квартиру по адресу такому-то Гейдар Алейч сегодня заедет. По правилам, по инструкции выезжает оперативная группа. Мы старались это делать вечером, потому что днем один раз мы попытались, созвонят мне оттуда, передавая группа, что, Александр Алексеевич, невозможно везти сюда охраняемого. Здесь фанаты. В период своей работы в Москве Гейдар Алейев бывал у Магомаевых чаще. Он сильно расстраивался, если обстоятельства не позволяли встретиться в их уютной квартире в Рионтьевском переулке. Ну, мюслю, ну опять у тебя ремонт, а мы все время ремонтом замевались. То есть, ну, все украшали, украшали квартиру, как мы роялю место искали. Но там у нас сначала был бар. Он в Италии же все-таки два года стажировался. И вот сделал бар, итальянский бар. Заказал вот эти стулья высокие для бара, да? Я помню, Гейдар Алиевич вошел, а там, конечно, этих бутылочек, бутылочек, бутылочек. Он говорит, ааа, мюслю, у тебя что, бар? То есть, для него это было как-то, да, да, это тогда еще не у всех было. Он вообще первый во всем был, конечно. И видео у нас у первых появилось, и это фильмотека. Именно Магомаев стал первым оператором, которому Гейдар Алиев доверил снимать все семейные торжества, будь то свадьба его сына или рождение внуков. Очень интересная вот эта фотография. Это его личная камера, Муслима Магомаева. У меня это лампа подсветки в руке, Тамара Линична, аплодирует. Это Гейдар Алиевич танцевал. Мы так шутили, что здесь вся эта творческо-съемочная бригада осветителей, оператора и ревиссеров. Вот так. Смерть Гейдара Алиева стала для Муслима серьезным ударом. Словно в его душе оборвалась невидимая нить, которая связывала его с родиной. Вот после этого он в Баку ездить практически перестал. И для него это был большой удар, он очень тяжело это перенес, практически перестал выходить из дома и так далее. Но для него это была огромная трагедия. К тому моменту Магомаев уже давно не выступал. Неожиданно для всех он закончил с сольными концертами в конце 90-х, когда ему было чуть больше 55-ти. Для артиста с таким талантом это был не возраст. Ему показалось, что он поет не так, как пел раньше. и он решил уйти. Я пришел к нему закулиться, естественно, цветы, поцелуи, все-все. Он сидит мрачный и говорит, мне не нравится, как я пою. И он перестал петь. Невероятная, неправдоподобная ответственность и самоедство. Он покинул сцену в «Зените славы». Так же скромно, как когда-то вышел на нее. Без громких заявлений и пафосных речей. Маслим поставил точку. Поставил точку на творчестве. Он мог еще петь. Вот таких даже после того, когда он ушел как бы со сцены, даже в каких-то домашних условиях или еще, он с удовольствием садился к роялю и пел. Но домашние юбилеи и творческие вечера не могли заменить Магомаеву главного, большой сцены. Он считал, что петь надо либо на сто процентов, либо никак. И у него была позиция, он и в книжке писал об этом своей, что от него все время ждут Муслима Магомаева. И надо каждое следующее выступление делать не ниже этой планки. Он должен был своего зрителя не подвести. Вот он приезжал на концерт за час до начала, одевался в костюм, который он выйдет, и он не садился это час-полтора, чтобы брюки у него не помялись бы, чтобы эта строчка впереди была бы ровная. А Муслим и ушел, наверное, со сцены, чтобы у всех в памяти остался этот Муслим, который разводил свои руки, когда пел. Он хотел, чтобы они его запомнили таким. Удивительно, но у Магомаева не было как таковых учеников, хотя он мог передать им многое. Мне кажется, что его не хватает именно педагогики, что ли. То есть, вот просто такой человек должен был рассказывать именно то, что он прожил, как нужно, как вот это все понятия жизнь на сцене, за кулисами оставляй все. Все, что тебе мешает. Вышел, забывай обо всем, и только для людей, только для людей. И все-таки творчество Магомаева косвенно оказало колоссальное влияние на целые поколения не только эстрадных, но и оперных певцов. Практически не было ни одного баритона в Большом театре, который мне бы тихонько не сказал. Ты знаешь, говорит, а я начал петь благодаря Муслиму. Я считаю, что это тоже какие-то его ученики, последователи, потому что всем нравилось, как он пел. Кто понимает в вокале, и в вокале, и в эстраде, и в классике, потому что он пел вот отсюда. Повлиял ли Муслим Магомедович? Ну, конечно, повлиял. Он на всех повлиял. Он вообще повлиял на наше сознание, восприятие эстрадной суперзвезды. По его стопам и учась у него шли многие вокалисты-мужчины. Ну, а для меня это был просто ориентир вокалиста, певца. Я всегда хотела заглянуть ему туда, вот в связке. Как это так? Откуда такой голос звучит? Его голос продолжает служить ориентиром и сегодня. Песни Магомаева есть в репертуаре самых разных современных исполнителей. Певец Эмин Агаларов считает, что своим становлением в профессии во многом обязан общению с великим баритоном. Для меня он всегда был кумиром. Мы часто последние годы его жизни музыцировали вместе, говорили о музыке, где-то дискутировали, кто из мировых классиков спел, что лучшее. он Эмин помнит еще с такого возраста. Мы часто бывали дома вместе у мусульма. Он пытался несколько раз заставить что-то спеть. Но Эмин очень комплексовал, особенно если мусульм садился за рояль и пытался артикуляться, ему показать, как надо брать какие-то ноты. Для меня это был вообще конец света. Я краснел, зеленел, не мог издать ни одного звука. но он очень тепло ко мне относился и всегда мне говорила такую фразу «Пой и у тебя все получится». На своих концертах Эмин обязательно поет «Синюю вечность». Это не просто попытка дать песне вторую жизнь, а желание продлить пребывание на сцене великолепного Магомаева. Для любого артиста уход со сцены тяжелые испытания. Сидеть без дела Магомаев не мог. Закончив петь, он обратился ко второму своему дарованию рисованию. Он находил себе занятие, потому что уже меньше стал выходить на сцену, но он включил себя в этот процесс. Понимаете, он стал рисовать. Он вставал очень рано, в пять часов, у него же очень много есть картин моря, солнце погружается, он тебя бы не представляешь, говорит. Ты вот спишь в это время, а вот как солнце всходит, ты ни разу не видел. Он часто приходил ко мне домой, смотрел, как я рисую. Он делал портрет в Эрди, с репродукцией, известный портрет. Вот ты знаешь, говорит он мне, не могу глаза сделать. И один значит глаз я ему поправил. Я говорю, ну ты запоминай, хотя этого мало, конечно. А второй глаз, ты уже рисуй сам. Когда он рисовал, ему тоже хотел владеть кистью так, как он владеет голосом. А когда значит, вот уже видимо это тоже он решил в сторону отставить, тогда появился сайт. Он просыпался и сразу в компьютер. Общение в интернете стало еще одной его отдушиной. Магомаев создал и поддерживал персональный сайт и переписывался с поклонниками из разных стран. Среди них было много молодежи. Муслим нашел в этом какую-то новую просветительскую роль для себя. Он был, как сейчас бы сказали, очень крут. И был так продвинутым пользователем. Плюс интернет он использовал не просто как зайти на сайт и с кем-то пообщаться. Он скачивал какие-то интересные фильмы, размещал их у себя на сайте, которые касались каких-то известных певцов и оперных, и эстрадных, классических. Все его поклонники смотрели все это, а потом он устраивал дебаты, обсуждения этих фильмов. В первое время никто не верил, что он сам этим занимается. И опять же никакого высокомерия. Со своими интернет-друзьями Великий Магомаев общался на равных. Он несколько раз приглашал их к себе на дачу, а некоторые даже присутствовали на 63-летии певца в посольстве Азербайджана в Москве. Я смотрю, сидит компания человек может быть 20 или даже больше, что незнакомых мне и достаточно молодых людей. Я говорю, Тамара, Тамара, а кто? кто они? Он говорит, ой, ты знаешь, это фан-клуб его. Мы сидели за отдельным столом и его друзья все время спрашивали, Муслим, а кто эти люди, которые сидят? Их никогда не было. Он сказал, это мои поклонники из интернета. Он называл сайт-чата, сайт-сайт-чат. Вот, и они как-то так на это удивленно реагировали, но потом все уже привыкли, что он с нами общается. Тамара до последнего дня поддерживала муслима в любом начинании, хотя многим было понятно, что сайт и общение в интернете это лишь ширма, попытка спрятаться от самого себя, забыть о пошатнувшемся здоровье. Человек, который всю жизнь занимался пением, для него все это это просто замещение того, а вот основным своим делом он заниматься не мог, поэтому для него это была, конечно, трагедия. И надо отдать должное Тамаре, что она была великолепной женой. Она масса сделала того, чтобы мы с ним было хорошо. Все же, несмотря на то, что она тоже звезда, но она этого как-то в семье не показывала, а создавала все условия для мыслима. Тамара Синевская ушла со сцены вслед за ним и буквально растворилась в заботе о муже. О болезни Магомаева в последние годы знали многие, но он не сдавался, продолжая искать себе занятия. В совершенстве, овладев компьютером, он сводил песни и писал музыку для фильмов, не выходя из квартиры. У него же дома весь этот есть набор, он мог всю музыку записать, что он и делал. Он делал, потом не играл по телефону, если все это принималось, то он уже записывал так в чистую и присылал уже. музыка. к картине «Стамбульский рейс» станет последней работой Магомаева. Он за день до ухода из жизни позвонил мне, что вот заканчивает. Он действительно написал почти всю. И в фильме так и написано «Композитор Муслим Магомаев». Хотя фильм вышел спустя полгода, наверное, после его ухода из жизни. Врачи говорили, что он отнял у себя как минимум 15 лет жизни. До последнего дня Магомаев не расставался с сигаретой, выкуривая по несколько пачек в день. Много раз отговорил, что он бросил курить. Вот он одну сигарету бросает курить, и от этого чинария, уже желтые пальцы, уже в кармане прикуривает другую. Я говорю «Муслим, ну что ты с собой делаешь?» Ну, вот. Он говорит «Я вредных привычек не бросаю». Он часто говорил «Глупо жаловаться на жизнь, если судьба тебе улыбалась». Она, безусловно, Муслиму улыбалась. Единственное, о чем он жалел, что не может из-за болезни поехать в любимый Баку, прогуляться по берегу моря, увидеть старых друзей. За полгода до смерти где-то состоялся у меня с ним последний разговор. Я очень так трепетно и взволнованно слушал его. Значит, говорит, «Саша, ты понимаешь, как я хочу тебя видеть?» Ну, я не в том состоянии. Сейчас я выкрупкаюсь из этого. Мы с тобой осяли, мы обязательно посидим, поговорим. Всю эту боль разлуки со своим родным городом Магомаев выразил в своей последней песне на стихи Есенина. Я приехал в Москву 8 марта 8 года. Ну, естественно, 8-ое цветы взял, чтобы Тамару поздравить. Ну, Тамара была в театре, и он включил. «Прощай, Баку». У меня сразу пошли слезы. Он прощался. «Прощай, Баку». Тебя я не убив. Теперь в душе печаль, теперь в душе рискут. И сердце под рукой теперь больней и ближе. Есть артисты, с которыми ты, может быть, не знаком никогда в жизни, но они своим творчеством, своей энергетикой, своим талантом становятся лично для тебя близкими и какими-то родными людьми. К нему так все и относились. Это был какой-то очень близкий и родной человек. Поэтому, когда он ушел из жизни, у людей была именно такая реакция. Они все плакали. 17 августа для бакинских друзей Муслима до сих пор особая дата. Они по привычке бросают все дела и встречаются. Так уж заведено, что свой день рождения он всегда отмечал в Баку. Ради этой многолетней традиции Магомаев даже перекраивал график своих гастролей и съемок. Теперь их собирает Тамара. То, что она вот сейчас себя поставила служению делу, служению памяти Муслима Магомаева. Это, конечно, меня вызывает огромное восхищение. Так относиться к своему мужу это, наверное, не каждая женщина сможет. И кажется, что все истории о Муслиме уже рассказаны неоднократно. Но всякий раз найдется, что вспомнить, обсудить и даже поспорить. Словно он здесь, совсем рядом. Просто по привычке вышел покурить, но вот-вот вернется. Магомедович был, мне трудно говорить, что он был. Он есть такие, как он не уходит из жизни. И уже годы прошли, и не произошло чуда. Не появился человек не просто второй Магомаев, а подобие не появился. Поклониться Магомаеву до сих пор приходят толпы поклонников не только в Баку, но и в Москве. Он был больше, чем певец. Широко раскидывая руки во время своих выступлений, Муслим словно стремился объять необъятное. Его творчество продолжает объединять народы и страны. Не случайно друзья Магомаева называют его миротворцем от музыки. Муслим – живое воплощение того, что называется дружба народов. Песни Муслима Магомаева на музыку Арноба Банджаняна и на стихи Роберта Рождественского, великого русского писателя, армянского композитора, язморджанского певца. Они стали классикой. Он очень любил Россию, он любил российскую культуру и русское пение, такое, знаете, с таким говорком, но он свою родину любил не меньше. Вот он все соединял, обнимал и то, и другое, и пропускал через себя высокое напряжение. Ни мы не ревнуем муслима Магомаева к Азербайджану, ни Азербайджан его не ревнует к нам. И это действительно феномен. Он мог трогать такие струны у каждого человека в душе, что не каждому певцу это по силам. Вот если даже я вам сейчас включу какую-то мелодию, которую спел Магомаев, поверьте, у всех будет мороз по коже и может даже навернуться слезы на глазах. Благодарю тебя за то, что по судьбе прошла. Не покидает ощущение, что все песни Магомаева до сих пор обращены только к ней, к его Тамаре. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за то, что не забудешься. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую звезду. За тихое прощай, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За тихое прощай, за тихое прощай, за все тебя благодарю. За всем, за всем тебя благодарю. до твоего я очку чех твои твои твои